Здравствуй вас и что-то предпринять конечно можно. Во-первых, вам лично предстоит понять, что сестра ваша, она сама оказалась в ситуации такой. И по-хорошему ей нужно самостоятельно предпринимать какие-то шаги, самостоятельно решать свою проблему, а не вас как-то подключать к этому процессу. Но, что можно сделать в этой ситуации, к сожалению не так много, потому что, во-первых, мы разговариваем здесь не совсем с человеком, которому нужна помощь. Мы здесь говорим скорее с вами, вы это в данном случае третье лицо. И мне кажется, что вот именно этот момент, то, что вы, как вы, третье лицо, немножечко осложняет процесс, потому что нужно все-таки всегда разговаривать с человеком, помощь которому данный момент нужна. Я думаю, что для начала вам нужно сказать своей сестре о том, что вот пытаться вернуть своего молодого человека, она может очень долго, но это не даст каких-то результатов, если она будет продолжать действовать вот в том же ключе, в каком она действовала до этого. То есть, как выглядит ее поведение. Ее поведение выглядит так, что она предала своего первому мужчину, и, значит, когда он ее бросил, она пошла к другому. И вы знаете, вот нужно, чтобы вернуть первому мужчину, ей нужно доказать вот этому самому первому мужчине, что она действительно изменилась, что ее изменения, они произошли непосредственно, непосредственно, для нее самой. То есть, нет у нее стремления просто быть хоть с кем-то. Она поняла действительно, что была неправа. Эти изменения должны происходить с ней самой, без арендации на человека, ну, на другого человека. И до тех пор, пока она будет надеяться вернуть мужчину, ну, не важно здесь, как она это будет делать, да, Ее действие, ее поведение, обречено на правом. Потому что мужчина, он ей не верит. И его недоверие, оно, я надеюсь, вот вам хотя бы, оно понятно. То есть, понятно, почему мужчина, вот сейчас, ей больше, ей больше не доверяют. Сложно, очень плотно доверять человеку, который, ну, вот так поступит. То есть, в этом контексте, в этом контексте, в этом контексте, молодого человека можно понять. И в этом контексте можно вашу сестру нацелить на личностный рост. Вот, помогите ей, договорите с ней, чтобы она добивалась, чтобы она двигалась как-то в направлении личностного развития, чтобы она как-то вот переосмысливала какие-то вещи для себя, смотрела на них иначе, по-другому, чтобы она заново выстраивала отношения с мужчиной. Вот, если она будет это делать, заново выстраивать отношения с мужчиной, заново общаться с ним, заново, именно заново, то есть, это не возвращение отношений, потому что мужчина-то ведь, по сути, был уже серьезным, он много на нее делал, вы сами это сказали. Поэтому здесь не только новые, новые строения отношений, новые. И вот именно так, с этого контекста, с этой позиции, постепенно, 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 молодой человек будет видеть, что ваша сестра, она изменилась просто, она стала другой, она стала достойной, если угодно. И вот только так можно что-то сделать. И на месте вашей сестры стоит в обязательном порядке показывать молодому человеку, что она не то, чтобы прямо, так сказать, готова все сделать для того, чтобы к нему вернуться. Этого вот, кстати, тоже не нужно. Эта жертвенность, она не нужна в данном случае. А молодому человеку нужно показать, что ваша сестра именно поменялась. Ну, а вообще, по-хорошему, если вашей сестре исполнилось уже сейчас 18 лет, то есть если ей больше 18 лет или 18 лет, то нужно, чтобы она сама обратилась к нам на ресурс. Мы ей постараемся помочь, мы ей, ну, скорее всего, предложим какие-то вот методы решения ее проблем. То есть вы можете, вот вам самой нужно занять такую позицию, при которой сестра ваша поняла бы, что вот пока она будет вести себя так, как она вела до этого, пока она будет ориентироваться только на, ну, условно говоря, только на свои желания, да, и на то, чего она хочет, пока она не будет думать о других людей, о других людях. в частности о молодом человеке. Ну, вот, пока она этого не будет делать, хорошего, к сожалению, ничего не получится из ее отношений. Просто потому, что люди, ну, люди любят, когда думают о них, когда о них не думают, то это вызывает отторжение. И обязательно скажите, чтобы ваша сестра сама пришла и, ну, всегда хотя бы на ресурс, и задала этот вопрос сама. Потому что, ну, работать все-таки всегда лучше напрямую с человеком, которому нужна помощь. также мне хотелось бы вам сказать о том, чтобы вы сами не особо усердствовали в оказании помощи твоей сестре. То есть, я, конечно, понимал, что вы хотели бы ей помочь. я, конечно, понимал, что вам очень бы хотелось сестре помочь. Но и вы поймите такую вещь, что сестра, будучи взрослым человеком, сама решает свои проблемы. И кроме нее, ее проблем никто не не решит. Как бы вам тяжело не было признавать этот факт. Дальше. Значит, отвечаем на ваш еще вопрос, вы тут задавали, как ее успокоить. Успокоить ее можно сказать в принципе правду. Что младой человек ее любит, значит, что у него чувства еще от нее есть, но вопрос заключается в том, что она будет делать с этими чувствами. То есть, вот чувства это и есть, да, чувства есть, это хорошо. Ну, а если она не сможет нормально воспользоваться этими чувствами, не сможет нормально использовать их, и вновь будет как бы для себя это делать, то есть, для себя будет вступать в отношения с молодым человеком, то хорошего из этого, ну, к сожалению, не получится ничего. Она любозна, опять бросит молодого человека. Вот. ну, и еще один важный момент, который вам нужен, это сказать, что все возможно, главное, чтобы она побольше развивалась и побольше думала о молодом человеке, а не о себе. А дальше, следующий момент. Значит, момент включится в том, можно ли что-то попытаться сделать насчет возвращения. Вот вы с сестрой скорее всего немножечко, ну, я бы сказал, что вы заблуждаетесь. вы заблуждаетесь, я правда не знаю, вот, заблуждение это ваше, оно связано с, ну, с тем, что вы действительно не знаете, не понимаете, как это решили. Или, может быть, вы думаете, что действительно можно вернуть то, что так, ну, я бы сказал, так драматично, так гротескно, так болезненно осталось. А этот момент тоже для меня не очень ясен, потому что, ну, нельзя вернуть взять и вернуть то, что ваша седра уничтожила. Молодой этот человек серьезный, молодой этот человек думает, что его не оценили, молодой этот человек считает, что ему в лицо плюнуть. и эту обиду так просто не убрать. Поэтому я бы на вашем месте оставил какие-то попытки именно что-то вернуть. Я бы на вашем месте выстраивал бы новые отношения, новые позиции, я бы на вашем месте задолжился бы на том, чтобы девушка, то есть ваша сестра менялась, чтобы она становилась другим человеком, чтобы она все-таки работала над собой, и вот тогда есть шанс, что все получится. Вот. А не буду от вас скрывать такое вещи, что шансы на то, что молодой человек вернется к вашей сестре, они очень маленькие. Это к сожалению так. И нужно, чтобы хотя бы вы это понимали. Вот хотя бы вы отдавали себя в том, что есть вещи, которые нельзя простить, есть вещи, которые нельзя повернуть вспять. И это то, чем вы сказали, то, чем вы написали, это к сожалению одна из тех вещей. то есть ну понимаете, молодой человек, он может быть вам сказал специально, что любит вашу сестру еще, для того, чтобы он знал, что вы ей это передадите обязательно, и зная то, что вы ей это передадите, он хотел, может быть, сделать даже больнее вашей сестры. И здесь опять-таки его винить, ну мягко говоря, знаете, не совсем правильно, потому что опять-таки ваша сестра она сама создала то, что теперь происходит. на этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, я еще раз настоятельно рекомендую вам позвать позвать вашу сестру на наш ресурс, чтобы именно с ней обсудить то, что произошло. Я настоятельно рекомендовал бы вам именно для того, чтобы помочь вашей сестре все-таки поработать с ней. Не с вами, потому что вы посредник. У вас есть с сестрой определенные взаимоотношения, и эти взаимоотношения будут мешать вам нормально доносить до нее информацию. такого рода информацию, которую предлагаю например я, следует нашить другим лицам, не вам. Я желаю вам всего доброго, и еще раз прошу отметить мой ответ лучшим, если он вам понравился. ласка.